Мы, девушки, не любим внезапных гостей. Или когда гости почему-то задерживаются. А давайте еще подождем. Мы хотим быть готовы к их приходу и строить свои планы. Курсовой прием Пригнатона нормализует менструальный цикл, а экстракт Витекса в его составе помогает облегчить проявление ПМС. Пригнатон – негормональное средство для пунктуального цикла. Всем хай! Не, ну знаете, на этом канале было, конечно, уже достаточно многое. Но такое, чтобы я сидела в пижаме, в розовую полосочку, в розовых пижамных штанах, на милой кровати. Но мне кажется, такого на этом канале пока еще не было. У меня даже чашка не такая, как всегда. Вот что значит, к маме приехала. Но знаете, что есть у меня еще? Ребята, это просто урык. Потому что как бы с вами мы сыграли здесь для вот этого. Это поцелончика с Швейна. Шейн Экспресс. Доставили за 4 дня? Я, если что, в Германии сейчас. Да-а-а. У нас Шейн почему-то все еще так и не доставляет. Что для меня, конечно, огромный вопрос. Почему Алиэкспресс работает нормально, а Швейн, мать его, нет? Ну что ж, сейчас посмотрим, распакуем. Стоило ли вообще мне заказывать что-то с Шейна или старый добрый Алик? Вот в самом сердечке. Кстати, все вещи мне подсказали вы в Телеграме, поэтому спасибо большое, ребят, люблю вас. Вообще, ребята, вы знаете, я пришла в Германию, до этого я была в Турции. Я столько всего себе купила. Ну просто бедет. Очень много покупок сделала. Еще это мой самый первый раз в Стамбуле, типа, до этого здесь не была, вот. У меня завтра вылет в Германию, вот, и, ну так. И с пересадкой, короче, решила погулять по городу. Ну все вот такое. Прикольно. Рыночек. Валик-як-мек, но на самом деле все супер дешево. Я даже не ожидала, что будет настолько бюджетно, типа, вообще, очень бюджетно, все. Не, ну это как-то вообще профессионально. Смотрите на цветовой ряд. Таких посылок у меня еще не было. Слишком светлое видео какое-то, получается, даже непривычно. Да, это реально не иронично, что-то очень светлое. Честно говоря, даже не помню, что там купала. Но я решила, что мне нужен новый стиль. Я, если что, не уверена, насколько сильно мне нужен новый стиль. Просто, как бы, скоро я поеду в Корею. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, мои дорогие, сладкие малыши, чтобы я сняла этот блог. Будьте у меня 3 миллиона на канале, выложу блог и скорее. Туда я надолго еду. Боже, как давно я вообще не видела этих пакетов Шейн. Кстати, они изменились. Они обычно же были вот такие. А сейчас, ну, как бы другое. И в этом пакете у меня было два пакета. Я не помню, сколько потратил денег, но, по-моему, что-то, типа, тысяч пять рублей на несколько платьев. В общем, кстати, выгодная сделка получилась. А, нет, вот эти пакеты. Джинь, Джинь. Но он вообще-то не брендированный. Тут нет бренда. Небрендированный пакет. Достаем. Просто, посмотрите. Вот я в этом платье хочу, наверное, сегодня пойти. Куда пойти? Я же дома сижу. Блин, ну завтра. Короче, хочется куда-нибудь в нем пойти. Оно прям... Оно платье принцессы. Короче, это какая-то отдельная линейка Шейна. Называется Rom V. Поэтому, когда его снова у нас откроют, очевидно, что его откроют, надо будет заказывать оттуда. Нет, вот это вот платье реально класс. Хочется, знаете, к нему какой-то грязный образ сделать, там, не знаю, смойки текущие, вот такое вот. И прям пойти куда-нибудь на ферму тыкв фотки делать. Я хочу на ферму тыкв делать фотки или в замок поехать. Это звучит как план. Ну, я поехала в Москву к Дашу. Лиз, ну ты вообще стала нежной девочкой-припевочкой, смотрю. Ну, в общем, это ожидание, а это реальность. Я подумала и решила, что с моими короткими волосами я вообще не носила платье, ни в каком виде. А с длинными волосами у меня как будто бы даже норма. Я подумала, решила все-таки... Ну так, что на сколько денег потратили на эти волосы, чтобы их снять? У меня, короче, было такое платье, похоже, с Алика. Вот реально, вот похоже, но у тебя оно сто раз лучше по качеству. У меня, потому что оно было... Что-то оно не давило в рукавах, прям, знаешь, что-нибудь так впритык. Да, да. А у тебя бы не осталось лучше? Не-не, я выкинула, да? Ну, да. Вообще, слов нет. Мне очень нравится это платье. Единственное, мне не нравится вот этот вот ремень... Ой, не ремешок, а посмотри, видишь, он какой-то дурацкий. Но я просто заменю, это ерунда. Ну да, получается, все вот так делаю. А так, в целом, реально, ну, оно выглядит очень мило, оно мне комфортно, оно мне по размеру, что самое странное, то есть у меня ничего не здесь, не торопит, не здесь, вот прям вот села как надо. Короче, этому платью я объективно ставлю 10-10, я вообще не знаю, что про него сказать плохого или хорошего, оно просто классное. Прям фея, фея, опять. У нас сегодня распаковка феечек. Наконец-то Лиз стала девочкой. Это не надо, Лиз, ну не падай. А потом я записалась на снятие волос, ибо все-таки какая я вам девочка нежная фу-фу-фу. Да, конечно, такого контента на этом канале, еще реально без шутков вообще никогда не было. Больно какое это офигенное платье. Кажется только, что оно мне будет большое, потому что оно будет больше меня в два раза, оно не мая, мая большая будет. Ну ладно, кто не померит, тот не узнает. Ты уже особо не удивишься. Лиз, ну это как то, только... Это похоже на ночнушку. Да, оно похоже на ночнушку, и погасится оно как ночнушка. И, честно говоря, вот эта вот вещь тоже достаточно нелепая, это что? Ну это типа нежно. Ну это типа плохо. По идее, это должно быть, естественно, на плечиках, чтобы такая нежная феечка. Но я могу носить это только так. Ну и как ночнушка. Короче, это прям вот не очень. Я не знаю, может быть, я вам денусь в какой-нибудь корсет, опять-таки все вот эти вот свои панковские штуки-дрюки. Оно, знаешь, у него такой материал как будто как у бабушки в деревне. Я не была у бабушки в деревне. У моей бабушки нет в деревне. Но она похожа, как будто бы у бабушки из деревни. Она была такая, на сене, на сене. Всегда можно съездить в деревню какую-нибудь. И я действительно была в целой куче деревень. Мы в Германии путешествовали по деревням. Там, кстати, путешествовать по деревням очень классно, потому что у них постоянно какие-то местные фестивали. Тут, например, фестиваль резиновых уток. Я выиграла сертификат на яблоки на 15 евро. Но я хотела выиграть картофель. Главный приз у конкурса уток был картофель. В моем Телеграме я об этом подробно рассказывала, собственно, фотки из телеги. Поэтому почему вы еще не подписаны? Потом я была в еще одной деревне. В этой деревне был конкурс принцессы виноделов. И принцесса виноделов, какая-то женщина, которую выбрали в этой деревне, стала принцессой виноделов. И разливала всем бесплатное вино. Было достаточно весело. Ну, я думаю, вы понимаете. На бесплатное вино много людей съехалось. Она всем разливала. В общем, деревня класс. Я бы хотела жить на ферме. Когда-нибудь потом. И быть принцессой виноделов. Неплохо. Свои 70. Во. А еще я заказала несколько вещей Шейна, которые нельзя здесь показать. И я покажу вам их в моем Телеграм-канале. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Я вас очень там жду. Вы уже подписались? Нет, на Телеграм-канал. Хочется там тоже, знаете, чтобы меня читали. Потому что куда же мне еще рассказывать мои интересности, секретности? Ну, я не знаю. Кто куда? Поделать там фотки. Кого-нибудь. На сене. А у тебя есть кто-нибудь из деревни? У меня есть кто-то из деревни? Я люблю овощи собирать и фрукты. Ну, мне только на даче есть в Перми. Теперь поесть. Ну, конечно, придется поесть в Перми теперь. А ты дашь мне собрать морковь или что у тебя растет на даче? Там нет моркови. А что есть? Помидоры. Ну, ну, ты знаешь. Пусть будет. Я, конечно, в этом ходить не буду. Максимум для фотки. Ах, да. Фотки уже никому не давно не нужны. Короче, не знаю. Платье меня вот это разочаровал. Ну, да. Ну, из-за того, что ты вот так сильно затянула. Но прям не точно не по размеру. Ну, да. Оно как бы вот. Должно быть настолько больше. Как и... Везде. И вот пойми этот шейный шел. Какой-то вообще непонятный. Тут присмыкатель или не платье. Хорошо, может, ладно. Я сейчас думаю, все. Не прощаюсь, не теряю. С первым пакетом, ну, все. Давайте второй. В этом пакете как бы тоже много пакетов. Блин, я напоминаю себе сейчас себя, реально человека, знаете. Вот кто смотрел мне в 19-м году, вот что-то такое. Мне даже как будто бывает изменился. Нет, нет, нет. Это не мой ребенок. Это тот на улицу пришел. Точно начнется. Нет. Итак, у меня снова одежда. Член. Давай мы посмотрим. Пакетик рваный пришел. Либо, дождите, не пакетик был рваный. Это уже не рваный было. Ладно, мы позировали на обложках пати. Все равно же какую-то хрень другую поставлю. У меня такая обложка, как я позировала только что или нет. Блин. Вот это, конечно, обидно. Топ видно такой. Хороший, профессиональный. Но я даже здесь вижу, что он мне просто будет гигантский. Давайте попробуем наденем, конечно, в группе себя как-то это... Я уж не знаю, переоценивали, да? Оценивали, что я одела вообще. А потом на меня дошло, что я как бы заказывала белый топ, но у меня пришел бежевый. Почему? Я не знаю. Я заметила, я только там монтировала. Я не знаю. Там, кстати, код на заднем фоне. Эвел первый. Ой. Не, ну, ребята, вот у этой вещи качество, конечно, просто. Вот покажу вам даже поближе. Я думаю, здесь видно, как вот... Хорош, хорош. И пуговички такие прекрасные. И кружева хорошие. Профессионально. Ё-моё, я запугалась. Как это? Итак, плиз. Качество, ребят, ну просто супер. Просто очешуительно классное, класснющая качество. Стиль просто классно очень классный, очешуительно классненький. И я ставлю этому определенный лайк. Лайк. Не, ну как бы, слушайте, вообще, она была такая. Ну вот, зельмой, ну что за стиль. Это что-то новое. Реально, поэту в Корею не буду пременно находиться в этом стиле. Называется Агливидол, если я ничего не путаю. Даже, знаете, если он не называется Агливидол, я имею право называть этот стиль как угодно, потому что это мой новый стиль на ближайшие несколько дней. А потом все равно вернусь к черному альту. Ой, я говорю по пути, не путю. Ну, ка-ма-ма-ма-ма-ма. Вот тот самый ток, на который я возлагала очень много надежд. По качеству, качественно, по виду. Ну, как бы, знаете, здесь должно... А это прям с шейна-шейна. Да. Как вот раньше у нас было. Да. Раньше. Лиз, мне сейчас тачки надо еще больше вставлять. Ты мне, может, накладные дать? Нет, так нельзя, это же как нижное белье идет. Так нельзя. Но это все не ток, в общем. Нет, ну вообще хорошо сидит очень. Ну, конечно. А какой размер-то это? Самый маленький это XXS. И я реально не понимаю, они думали, что здесь, как-нибудь, сколько должно быть в груди. Вот столько. Ну, я видела там на фотографиях девочек обычно вот... Ну, прям бум, XXS. Короче, если бы это было вот так, было бы здорово. Потому что качество... А это не 6X какой-нибудь? А вот, посмотри, там, может быть, есть вырезка. Скажи, пожалуйста, цену. Шейн-муд. Нет, я не знаю, что такое шейн-муд. Нет, только... Мне просто подписчики в Телеграме скинули. Я такая, но мне очень нравится этот топ. Вот здесь вот так вот, очень так, ну, деликатно. Я вообще думала, я возьму его в Корею, полечу в нем. Но что-то как-то да. Там закрытые плечи, там уже нельзя с открытыми плечами. Да, с закрытыми плечами... А с закрытыми плечами там не очень считается. В этом не только так ходить. С тисками открытыми можно, а с плечами нет. Можно в очень коротких юбках ходить в Корея. Типа, это не считается. Поэтому они там все ходят в таких ультра-коротых юбочках, покупают, типа, вот эти вот шортики. И гоняют, потому что это, типа, не считается. Но плечи нельзя. Ну, как мне тоже объясняли ребятки, скорее. В общем, такой топ. От 1 до 10 сколько мы ставим юмбал? 9, только потому что вот так вот слишком... Мне присосять ходить всегда вот... Вот так? Вот так супер! И ничего не выпадет. Гори так, кори, с прямой. Все, вот так выходит. Нифига это спина, я так не умею. Это вот так? Так выглядит мой следующий заказ. Запомните его. И найдите одно отличие. Не, ну так, конечно, миленько. Ну так, давай, остается им что-то снялось. Кстати, я не применилась, и он... Сейчас посмотрим. Да, на рабочем экране моего компьютера козел. Да, вот я нашла. Здесь это выглядит как платье. Это нифига не выглядит как кимоно. Блин, вот я лох, конечно. Я реально думала, что это, короче, платье. А это, по-моему, с юбкой, ёмора. Боже, ну зачем его можно надеть? Какой же я лох? Не, ну это, конечно, просто... Вы знаете, вот бывают ситуации, когда ты проваливаешься. Бывают ситуации, когда ты обсираешься. Бывают ситуации, когда ты провалился. А вот сегодня ты просто конкретно так сренькнул. Ужас, какое плохое слово сренькнул. Кошмар. Где, в общем, я заказ на вот это вот платье? Да, я думала, что это будет выглядеть вот так. Да еще и все равно достаточно дорого стоило. А это, блин, по факту отдельно кофта с юбкой. Жуть какая-то. Я хотела такое платье. Я хотела выглядеть именно так. Я хотела быть Селлар Мун. Из интересных странных фактов. Когда я в возрастном возрасте пересмотрела Селлар Мун, в детстве мне нравилась, короче, Селлар Марс и Селлар Плутон. Да, внимательно, разговор про Селлар Мун. Кто шарит? А сейчас я посмотрела такая, ну знаете, Селлар Уран, как бы достаточно профессиональная женщина. Вот она класс. А потом такая, ну да, Селлар Уран, ты что далее? Конечно, Водолей к Водолею протянулся. Да, да. А кто ваш любимый Селлар? Ну, конечно, Марс и Плутон все еще в сердечке. Нура, ну какая же женщина. Что ж, с этим все понятно. Давайте попробуем надеть последнюю шмотку. И здесь у меня снова что-то розовое. А вот-вот, как красиво. Не, ну все было очень красиво в этом видео, но это прям когда особенно красиво, смотрите. Ребят, здесь прям бабочки. Они такие на этой сетке классные. Я в таком восторге. Боже мой. О май гад, как круто. Не, ну они прям, смотрите, как красиво выглядят. Они прям глиттерные. Безумно круто выглядят эти платья. Надеюсь, на мне оно будет смотреться не хуже. Мне нравится. Поехали. Итак, сейчас тебя будет ждать самая необычная вещь, которую ты могла бы только на мне представить. Даша, готовься. О, Лиза стала девочкой. У меня платьишки. Такая девочка при певочке. Сусочки торчат. Ну как, да. Извините. Меня сразу смол. Ты флора? Тут фея. Я, да, я фея цветов. Фея бабочек ночных. Это я. Слушай, очень хорошо смотрится макияж. Вы вообще на самом деле такой милый. Ты в Корею поедешь в нем. Я вот его специально купила, чтобы ходить в Сеуле. Только плечи будут спадывать и будут ругать за это корейство. Ладно, я буду вот так ходить, пожалуйста. Еще хочется какую-нибудь укладочку, знаешь, такого хорошего. Типа нежного. Макияж тоже нежный, честно говоря. Хоть он, наверное, неплохо смотрится, но он яркий. Я досный. Ну вообще милый. Вообще для макияжа надо. Я снимала проверку косметики Барбе. Спойлера на говно. Короче, я не знаю, что сказать. Я в шоке. Я в шоке. Я в шоке, честно говоря. А, все-то, да? Никаких черных трусов. Короче, ребят, не знаю. Ну как бы здесь просто все хорошо. Я удивлена. Да, это я говорю, что все хорошо. Сразу хочется быть такой, типа, примерно девочкой. Примерной девочкой. Примерной девочкой. Я не какая-то там, эээ, вот это вот все. Да. Я панк. Гиперпок. Король. Раньше было лучше. Знаешь, такие туфельки нежные. Блин, правда, вкусит обувь? Ну, такие туфельки, прям на кабучке, таком тоненьком-тоненьком. А я, наоборот, хотела ли ты какие-нибудь гранжевые? Короче, во-первых, красоты огромные. Ну, это есть, смотря что у тебя. Да-да-да. По стилю. По стилю. Что я тут рассказываю всем про какой-то ньют макияж? Конечно, нет. Это будет вообще не так. Значит, рассказ. Здесь у меня будут митинги, короче, знаешь, такие черные. У меня подписчица связала, очень крутые. Будут у меня митинги. Потом у меня будут колботки в сетку, вот такие прям лютые. И какую-нибудь сетку я еще порву. И огромные каблученцы, прям как на показе у меня были. Вот. Вот так там доходить. И потекшие глаза. И в Корее меня все будут бояться. А вы, девочка, конфеточка или вы? Панк. Поэтому ты купила твоего нежного платья, чтобы быть полной панкухой. Вот, видишь, лиса, волосы опять выпали. Вот еще волосы выпали. Даша жаловалась, что у нее выпадают волосы. Да, они реально выпадают. А ты видела, что у тебя бабочка отпечаталась вот тут вот? Где? Вот бабочка вот тут вот она отпечаталась. Капец, лис, как так-то? Что-то интересно. Ты будешь ходить, она на теле будет. А, реально? А как она отпечаталась? Она реально отпечаталась. А потом, ну, ты издеваешься, но нет, она реально там. Как это вообще? На рынке в Турции я купила просто какое-то нереальное количество крутейших колец. Это выглядит очень круто. А по цене знаете сколько стоит? 20 рублей. Просто нашли, чем удивить человека кольцем за 20 рублей. 20 рублей, это же так круто выглядит. Да, там еще фирма тыквы. Ну, человек вот так вот, и прямо-таки, знаете, как будто бы на шокарте бы говорили Тиффани или, может быть, граф, но не Дарью. Ребят, это просто какой-то будет бред. Потому что все, вот эта куча аксессуаров, которые вы сейчас видите, просто тут всю кучу. Подожди, а что у меня телефон уже купит? Вот эту вот всю кучу, просто чего здесь только нет. Это даже она с подружкой парной купила, смотрите, какие курамишки. И типа я купила это, ну, наверное, рублей за 300. Вот эту вот всю кучу. Просто что за хрень? И я этому была максимально довольна, потому что так дешево аксессуары я не покупала никогда в своей жизни, даже когда была бэйби. Кстати, оценить, это тоже было из-за той же самой всей серии, просто я их уже надела, не удержалась. А это я не знаю, откуда это вообще, я нашла на полу дома, не уверена, что это мое, но, наверное, еще кто-то здесь еще живет. Нет? Так, ну, наконец, это будешь наименее шокироваться. Ой, нифига. А ты, я думаю, что там за звуки такие издавала в странных туалетах? Ап, ап, ап. Она регулируется полностью под любое тело, потому что оно на заклепках. Ты можешь как угодно его себе поставить. Хорошая юбка. Но я, тебя, Даш, и вас, ребят, обманула. Эта юбка не с шейна. Блин. Хуже. Или лучше, я не знаю. Она с турецкого рынка. Я нашла эту юбку на рынке. Она просто висела. И я такая, иду, короче, в Турцию, мимо вот этих всех рыночных штук, смотрю на эту юбку. А юбка на меня, конечно же, не смотрит, это же юбка. Потому что нахрена на меня смотреть. И я такая. В общем, я купила эту юбку за 300 рублей. Я не знаю, как всем жить дальше с этой информацией, потому что это лучшая юбка в моей жизни. А что ты еще из турецкого рынка? Да. Как раз вещи, в которых я гоняла в Париже, и мне все написали, вау, что за офигенный у тебя лук. Может быть, ты видел, что это розовая шуба у меня была. Ну, я не понял. Потом топик. Ну, короче, да. Есть вещи из турецкого рынка, и это просто какой-то урыв. Блин, мне нужно... А где тут турец? Еще я была в Турции, я не хотела. Это было в аниме районе. Это я бы не в аниме районе жила. Да. Аниме район в Турции мне очень понравился. Надо было мне еще тоже прикупить одну. Не надо было, да. Ну, не подумала о тебе, видишь, не подумала. Ужас какой. Короче, вещи с рынка класс, не знаю. Когда мне теперь будут говорить, ты одеваешься на рынке, я такая, ладно. Таша вот с Альфа одевается. Ну, а где еще? Да, Таша с этой шейми. Всякие непорадочные. Валиса на рынке. Одна была на рынке, вторая с Алиэкспресса. Выбери своего бойца. В общем, вот такие покупки с Шейна у меня получились в этот раз. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и скоро я сниму еще одно видео с моими очередными покупками с турецкого рынка.